Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ программа «Все грани мяча». Есть ли грани у мяча, мы выясняем уже последние 10 лет, а вот есть ли игра у сборной команды России, мы будем выяснять прямо сейчас. Вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Ворониным и Ильдар... Блин, прости про... Ильдар Ишкаев. Ишкаев, вот. Что значит, не записал вовремя, понадеялся на свою память. Хотя я уверен, что в памяти болельщиков, которые следят за нашей сборной, два матча, которые состоялись на прошлой неделе, наверное, сразу после финального свистка и забудут об этих матчах. Ну, а результат останется. Каков результат? Давайте посмотрим на экраны и еще раз вспомним, как сыграла наша сборная команда России товарищеские матчи. Итак, Россия Кот-де-Вуар 0-2 и Россия Бельгия 3-3. Хотя, в общем, многие говорят, что этот счет достаточно неожиданный, скажем так, для нашей команды. Друзья мои, есть что сказать по сборной команде России? Почему, Сергей, как всегда, тебе первый вопрос, ты даже не хочешь отвечать. Я прекрасно тебя понимаю. Стыдно. Но давай уж примем этот удар на себя, раз уж мы говорим о любимой игре, не только миллионов, но и нашей. Что? Чего не хватает в консерватории сборной России? Игроков не хватает. Ну, я думаю, меня удивило, знаешь что? Мне удивило, что действительно, игроки, которые могли бы помочь, вот тот же Дзюба, я не понимаю, действительно посмотрели статистику его игр, то есть он сыграл из сколько? Восьми матчей сборной всего в одном матче 70 минут сыграл. В остальных матчах он то болел, то еще что-то у него какие-то. Но мы все видим, что в зените он выходит и играет 90 минут, что до матча, что после. Я не хочу ни в чем обвинять его, говорят, что у него есть травма какая-то, он сыграет там на уколах, но все-таки сборная есть сборная, можно помочь, вот привести пример того же Дзагоева, да, у которого травма, и который рвался, но от врача ему запретили. Ну, как тут отношение вот это к сборной, понимаешь, и такое же отношение получается и у зрителей. Он начинает посмотреть, писать, что вы там ничего не понимаете, и мы обижаемся как болельщики, и не хотим смотреть такие игры, как они показали вот в двух матчах в этих. Поэтому какой-то осадок, Олег, неприятный. Я соглашусь и больше чем уверен, что и у наших телезрителей есть определенный осадок после этих матчей, но чтобы не оставлять его ни в сердце, как говорится, ни в душе, можно позвонить и высказать все, что вы думаете об игре сборной, и телефоны вы видите на своих экранах. Жень, скажи, пожалуйста, не пришла ли Алинардуша, я все-таки Кириллу обращусь, все-таки Черчесов тренировал Спартак, да, ему, может быть, этот тренер чуть ближе, и он как бы более детально его мог бы разобрать как тренера. Может быть, Черчесов не тренер сборной? Ну, почему, Олег? Ну, из восьми матчей две победы, а все остальное в минус. Ну, во-первых, смотри, первый раз такой опыт у сборной России, что она не проводит официальные матчи. Так. Вот, и на мой взгляд, задача Черчесова, не знаю, сам он говорил об этом или нет, просмотрена сейчас масса игроков была. Он сильно расширил ротацию, и поэтому эти, собственно, во многом и вызваны результаты. Я не помню, что там, ты говоришь, восемь матчей, ну, четыре последних, помню, да? Собственно, лидеры нашей команды, они не выступали. То есть, в России есть кем усиливаться. Это Смолов, Дзюба, который, может, кажется, коленочку залечит свою, а Глушаков, так что говорить о том, что Черчесов не тренер сборной, ну, да нет, да почему нет? Сейчас, мне кажется, нет уже такой специализации тренер сборной. Сейчас в большей степени такой менеджер, человек, который умеет договариваться с клубами, который ищет компромиссы, который знает игроков. Мне так кажется. Поэтому Черчесов не хуже и не лучше. Кого брать? Безусловно, должен быть человек, который варится в нашем котле. Вот, так что, ну, Бердриев, ну, кто еще? Ну, он не пойдет, правильно сделает, наверное. Из молодых кого-то там, они уже сейчас все заняты. Ну, я имею в виду, Симака, вот, новое поколение тренеров. Карпина, да нет, ни хуже, ни лучше. Олег, я не думаю, что результат бы сильно поменялся. Не может тренер как-то взять и дотренировать игроков, которые вдруг приехали. Особенно было просмотрено больше 30 человек. Поэтому и нет игры, или она очень-очень фрагментарна. Кирилл сделал ставку на то, что действительно мы не играли уже давно официальных игр. Понятно, что товарищеские, да, помним, Сергей не даст соврать, в советские времена говорили, что сборная команды СССР чемпионы мира по товарищеским играм. Может быть, мы тоже, сборная России вступила на этот путь. Но тогда, простите, мы чемпионы чего? Мы уже потеряли это звание. Знаешь, я, наверное, с Кириллом не соглашусь немножко. Глядя на то, как играет сборная наша, действительно, вот такой тренер, как мы знаем, как Черчесов, он такой, скажем так, может быть, тиран. Тиран какой-то такой лейко-акширско-демократический. То есть, он тиранил жену, детей, теперь тиранил и болельщиков, которые хотят смотреть футбол. Здесь должен быть тренер такого образца, как, ну, грубо говоря, соиздатель, может быть, какой-то даже волшебник какой-то. Может быть, это отчасти был гус-хиддинг. Да? Вот отчасти был гус-хиддинг. Надо вот такой, чтобы он был творец. Нет, у гус-хиддинга, давайте все-таки так вот говорите, по гаммурскому счету, у хиддинга было поколение игроков. Поколение. Вот я только хотел переключиться на это. Чем сейчас. Сейчас нет такой обоймы, как был Варшавин, Киржаков. Часть осталась. Они остались. Простите, конечно, но это был 2008 год. Десять лет назад. Это было десять лет назад. Какой, о чем мы можем говорить, эти игроки, не знаю, им уже давно пора самим тренировать, они еще сами бегают, играют. И мы хотим от них какого-то результата. А что делать? Что делать? Конечно, мы хотим результата. Посыпать, посыпать, голову пеплом, сидеть и все. Пока, вот правильно вы сказали, в Советском Союзе мы чемпионы по товарищеским играм. Тогда система на горо выдавала молодых, здоровых, готовых футболистов. А сейчас что мы имеем? Да мы ничего не имеем. Хотя возможности есть сейчас. И возможности, и финансы есть, и полей достаточно строят. Но на секундочку, вот давайте вот в самой Англии. Пять тысяч футбольных клубов. А у нас что? У нас в том же где-нибудь в Подмосковье, там, грубо говоря, построить, чтобы какое-нибудь там хорошее поле, спортивную школу открыть. Зачем? Мы лучше построим торговый центр и будем наслаждаться. Нет у нас системы ни футбольных чиновников, ни тренеров, ни игроков. Ничего мы полностью развалили. Старое, новое мы не построили. Вот это мое личное мнение. Из матча в матч мы просто сидим вот так вот и переживаем, что ах делать. Да ничего, посыпьте голову пеплом и сидите дальше. И смотрите дальше, как играет там сборная других стран, где бегают молодые там. Кот Дюар посмотрел, да там на них любо-дорого смотреть. Бельгийцы, ребята молодые, бегают отлично. Мы отыграли там. А где была Бельгия 10 лет назад? На том же 2008-м чемпионате Европы. Ну они подкатывали потихонечку правильно там. У Голландии сейчас спад какой? У Голландии спад, они не попали на... Меняют и немцы меняли. Все меняли, а мы на одни и те же грабли наступаем уже какой год подряд. У немцев нет. Ну как нет, ну почему нет, ну не знаю. Не-не-не, у немцев был. Был спад, у всех был спад. Небольшой, да. А спад это когда они до полуфинала доходили, это спад для Германии. Правильно, а мы из группы кое-как выходим, это у нас уже, о, вышли из группы. Ой, да молодцы. Да что это такое, ребят? Надо признать, что у нас не только порой не получается игра сборной, но у нас есть и звонок телезрителя, с которым хотелось бы пообщаться. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, спасибо большое, что согласились прокомментировать немножко, ну или множко уж как хотите, как говорится. Игра сборной, которую мы обсуждаем, есть будущее у этой сборной. И вообще, нужно ли нам обращать внимание на игру, или может быть, вот как предлагает один из болельщиков, посыпать голову пеплом и забыть вообще, что есть такая сборная команды России? Ну, сегодня вот эти болельщики забыли, что такое сборная команды России, а потом они забудут и про саму Россию. Поэтому, мне кажется, что подобного рода призывы, они ущербны и недальновидны. Ну, и я все понимаю, то есть, у сборной сейчас непростые времена, поколение целое вышиблость, можно сказать, да? Есть проблемы с мотивацией футболистов. Ну, и, но это не означает, что мы должны бросать нашу сборную. Мы должны все равно ее позистрировать. Ведь на самом деле, в ее бедах есть и наша небольшая, так сказать, или большая, кто по-разному рассуждает. Я лично считаю, что мы своей хулой на эту сборную тоже, в общем, вносим вклад в негативную энергетику, которую у нас сформирована вокруг и сборной, и российского футбола в целом. Андрей, может, тогда сразу перебью такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, мы говорим о том, что негативная энергетика, но ведь я больше чем уверен, когда мы садимся перед телевизорами или приходим на стадионы, мы готовы отдать свою положительную энергетику, и это было и в Краснодаре, и в Сочи, но обратные энергетики не получают болельщики? Ну, надо просто сделать вывод. Видите, уже какое поколение сборной. Совершенно с одной стороны по-разному, а по другой стороны примерно по-одинаковому себя ведут с болельщиками. У нас проблема одна и та же мотивация. У нас проблема личного мастерства, индивидуального мастерства футболистов. Вот вроде бы мы делаем хорошую команду, ставим ей физику, но футбол, к сожалению, сейчас немножко опоздал, что называется, за лучшими европейскими вариантами. Да, это видно, наверное, невооруженным взглядом. Посмотрите даже вот на скорости, которую демонстрируют игроки внутреннего чемпионата. Скорости – это небо и земля. Да, это небо и земля. В чем причина? Ну, я думаю, что, конечно, причина, если быть конкретно, в системе общего управления футболом, безусловно. Ну и, конечно, если говорить более предметно, то, наверное, речь идет о тренерских кадрах. Вот при всем моем уважении к Саниславу Саламу Черчесову, а я, кстати, очень к нему отношусь уважительно, но, насколько я знаю, все-таки основным претендентом на пост от нынешнего главного тренера выбирали Абердыева. Но потом что-то сложилось не так. Мне кажется, что вот в какой-то степени ошибка с выбором тренерского состава и, может быть, главного тренера. Потому что нашей команде, которая собрана из, в целом, абсолютно средних игроков, игроков среднего европейского уровня, где звезда, пожалуй, только одна – это Игоря Кенфеев. Вот. Работать с этой сборной должен тренер-творец. Спасибо. Андрей, к сожалению, да, время не так много. Мы услышали, в принципе, основные аспекты о том, что тренер – поколение, да, и та структура, скажем так, да, футбольная, о которой говорил Ильдар, футбольная структура, которая еще не подошла или не перестроилась на новые, я не знаю, там, ну, такой рельсы, да, такой немножко журналистский штамп. Спасибо большое. Я напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в эфире был Андрей Малосолов, журналист и бывший пресс-секретарь сборной команды России по футболу. Можно еще фразу добавлю по поводу того, что Игорь сказал там, да, Андрей, прошу прощения, то, что мы отвернемся от сборной. Скорее скажу так, что вот игроки, как вот коленками там отворачиваются от сборной, нежели мы, болельщики, вот скорее они отвернутся от сборной футболиста, нежели мы, болельщики, как болельщики, отвернемся от нашей родной, многострадальной этой команды. Мы все равно, как бы мы ее не хаяли, там, не ругали, мы все равно сидим и смотрим, и переживать, и стадионы, и все это прочее, да, всегда да. Ну, потому что у нас уже участь и, не знаю, там, карма такая. А у нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Это мне, да? Да, это вам, добрый вечер. А Виктор, Виктор Павлович, вас беспокоит. Да, Виктор Павлович. Вы знаете, я сам вот пенсионер, 72 года. Что я хочу сказать? Ну, первое, нужно в учебных заведениях спортивных готовить тренеров. Методика обучения должна быть. Уже пора, пора обратить внимание. Вот вы сами видели, вот, госхидинг был. Все-таки много отличается от наших тренеров. Вот я сам из Советского Союза. Конечно, это первая и методика обучения наших детей. Должна быть, понимаете, много, много очень влияет детский спорт, соревнования между дворами, улицами. Это с шести, с семи, с восьми лет. Ведь можно увидеть одаренного мальчика, у которого стартовая скорость. Который видит хорошо. Можно научить его дриблингу, значит, создавать голевые моменты. Даже вот взять удар, поворотом. Вы понимаете, ведь при ударе обрабатывается мяч. Или внешней стороной, или полной. Павел, мы... Или наружной стороной. Да, это все понятно. То есть мы говорим о школе. Правильно? Мы говорим о школе. Школа, ну, как бы, да, это фундамент. Конечно, и, Олег, Олег, я хочу сказать, что именно вот со двора соревнованиях между улицами, вот взять на же видное, вот, ну, именно отсюда можно. Вот преподаватель приходит, тренер, школа, ребята, желающие, кто заниматься футболом. Многие встанут. Конечно, отсев будет большой. Но опять соревнования должны быть между школами, между улицами, чтобы видеть, потому что здесь должна быть одаренность. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Время ограничено, Виктор Павлович. Прошу прощения. Сергей, помнишь, мы с тобой говорили о том, что были соревнования и между улицами, и дворами, и между предприятиями, да? Хоть и называлось это первенство бани, да? Но все играли. Мы говорим про массовый футбол. Массовый футбол. Если говорить про футбол профессиональный, мы все-таки про сборный говорим сейчас, не про массовый футбол. Это не выход. Это хорошо. Сейчас видно, что многие соревнования проводятся, у меня сын ходит на футбол. Много соревнований проводятся между школами, и по футболу, и по баскетболу в том числе. Даже в детских садиках проводятся. Да, но если говорить о профессиональном футболе, то все-таки скорее академии, которая сейчас строит Песнодар. Вы сказали, что найти мальчика из этого дворового футбола, найти пацана какого-нибудь одаренного. Ну, парень и так пойдет, что тренер будет по улицам ходить. Да нет, это не вариант. Нет, 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 нет. У меня были такие эти... Может быть были и говорят, что там, не знаю, там и Фетисова нашли где-то, да, в дворе. Или там, не знаю, может быть, он пришел в школу ЦСКА или другие. Историй очень много. Позвали мысль. Да, когда из двора выходят в чемпионы мира и Олимпийских игр. Ну, на мой взгляд, это время уже ушло. Сейчас перспектива как раз за профессиональными академиками, которые строятся. Там много народа проходит. В Краснодаре, да? Да, Краснодар, Московский Спартак, не знаю, наверняка у ведущих кубов они есть. И вот там, на мой взгляд, дело, как будто речь идет о желании мальчишек играть в футбол. Мальчишки всегда любят играть в футбол. И возможности это сейчас есть. Я уверен, так что дело, на мой взгляд, даже больше в кадрах. Но только не забывай, когда будут платить такие деньги молодым игрокам, да? Которые будут, их родители будут пытаться даже тех бездарей запустить в стартовый состав. Мы тут сидим сейчас четверо, мы хотим решить проблему, в которой думает все РФС. А если говорить, все-таки давайте ближе к матчам, которые были, да? Давайте. Подводим небольшой итог. Выступлению сборной команды России. Да, состав экспериментальный. Да, Станислав Саламыч попробовал многих игроков. Да, надеюсь, он увидел, что игроки, которых он призвал под свои знамена, наверное, не смогли себя проявить по тем или иным причинам. Да, не было основного состава. Хотя поддержка зрителей, мне кажется, даже такие минусы должны были в какой-то степени нивелировать. Но, есть еще одно маленькое но. Мы все говорим о том, что Кот-де-Вуар, ну, простите, эта команда достаточно часто играет на чемпионатах мира. Это одна из сильнейших команд Африки. Плюс Бельгия, которая сейчас имеет потрясающее поколение футболистов. То есть, в принципе, нам достались соперники не... Ну, мы их сами выбрали, да, если бы они достались. Ну, я имею в виду, достались, да. Не, простите, не самые слабые. Но, все-таки, хотелось бы увидеть нашу сборную, которая борется. Ну, и... Давай, на оптимистической ноте. Было ведь, когда сравняли счет с Бельгией. Да. Вышел Глушаков, не помню, кто-то еще быстрый в центр. И оживилась игра, пошла. Кто-то скажет, что Бельгия перестала играть. Да, стали играть немножко по счету. Да, стали меньше открываться. Но это их проблема. Мы бы, если бы не хотели, мы бы такую Бельгию не обыграли, которая даже уже немножко виловатая была. Но что-то, какие-то проблески были, когда вышли новые игроки и несколько освежили игру во втором тайме. Думаю, тренер выводы сделает. Сделает, обязательно. И я уверен, что у нас еще будет положительные эмоции. Будут моменты, когда мы будем хвалить и радоваться за нашу команду. Учитывая, что Кубок Конфедерации уже не за горами. Сколько там, восемь дней осталось или около того. Раз в десять лет нормально. Был у нас 2008 год? Да. Радость. До сих пор. В 18-м? Да, в 18-м тоже прилетит хорошее. Конечно, прилетит. Мы выйдем из группы с третьего места. По дополнительным показателям. Тем, что стало. По дополнительным показателям. Друзья мои, переходим к чемпионату России. Все ближе и ближе. У нас концовка чемпионата. Интрига заворачивается до покраснения. Не знаю, посинения. Были сыграны матчи 21-го тура. И давайте еще раз вспомним результаты этих матчей. Итак. Анжи Урал 2-3. Уфа Локомотив. Локомотив набирает три очка. Рубин. Зенит 0-2. Многие говорят о том, что Рубин был очень слаб в игре с Зенитом. Амкар Терек. Первый пропущенный мяч Амкара на своем поле в этом сезоне. Ну и первый мяч Терека забитый после старта. Или рестарта. ЦСКА Крыльев Советов 2-1. Валидол на последних минутах. Но три очка в копилке. Арсенал Томм 3-0. Арсенал борется. Спартак Оренбург по крайней мере по счету 3-2 оказался центральным матчем тура. По игре, правильнее сказать. Ну и Ростов-Краснодар 0-0. Команды, наверное, еще немножко не выше из Еврокубков. И все еще никак не могут прийти в то, что они уже играют в чемпионате России. И Евровесна для них закончилась. Мы готовили, чтобы немножко поговорить о матче Уфа-Локомотив. Но представителя Локомотива у нас сегодня нет. И давайте мы немножко поговорим о матче ЦСКА Крыльев Советов. Напомню, счет, да, ЦСКА Крыльев Советов 2-1, вроде бы 2-0, уверенный поступь. Забивается мяч и ЦСКА-то подрастерялся. Все, Олег, ты от нас отвернулся совсем, да, ты, ну, поворачивайся спиной, давай. И теперь вот так вот. Сереж, давай вот это о своем. Расскажи, Жень, ты был на стадионе... На поле. Ну, прибивай крылья, например, в последнем месте они, прибивай их и... Ну, согласен, если бы на третий мяч забил бы Витиньо, который попал в штангу, наверное, бы так все и закончилось. Наверное, крылья бы опустили руки. Но, скажем так, крылья оказались не подарком. Они обыгрывали и Спартак, который сейчас идет на первом месте. Поэтому мы вспоминали об этом. То есть и такой момент был? Да, был. Или, мне кажется, сейчас Евгений наговаривает на Спартаку. То есть, каким счетом-то они обыгрывали Спартаку на секундочку так, между делами. Ну, ладно, не будем об этом. Кирилл, врут они все. Врут, врут. А статистика, она такая, клевета. Да, они могут. Самый неприятный момент был в матче, что мы, во-первых, пропустили мяч. Это было, конечно, мы до этого с тренером, с нашим Гончаренко не пропускали мяча в обороне. А здесь, ну, действительно, хорошую атаку разыграли и крылья Совета. Поэтому... Ложка дегтя такая. Да, да. Ну, не то, что ложка дегтя, а то, что после матча и сборной наши игроки приезжают к каким-то разогранному состоянию. И плюс добавилось к этому травму Дзагову, которого очень не хватало на поле в этом матче. Вместо Натха? Да, может быть, вместо Натха. А то, что Натха дал передачу голливую и сам забил. Очень хорошо. Я внимательно смотрел матч и записывал. Я статистику люблю. Работа такая, скажи. Работа такая. Ну, и, конечно, травму получил Головин тоже, дернул и Василий Березуцкий. Пришло две замены делать нам вынуждены. Ой, Василий Алексей Березуцкий получил травму. Поэтому как-то тяжело для нас складывался матч. Я понял. Может быть, Ильдар что-то другое видел, он с другого ракурса смотрел. Ильдар, скажи, пожалуйста, ЦСКА, состав, который сейчас обладает, этот состав готов решать сейчас проблему не чемпионства Спартака или Зенита? Ну, как подошел. Гвозавернул-то. Нечем. Готов. Готов, готов, готов. Надеюсь, что это понимает Ионов, который все-таки, наконец-таки, я думаю, покажет себя именно в дерби. Очень на это надеюсь. Надеюсь на Головина, который, ну, который может доказывать, наверное, он и так, в принципе, доказал, наверное, ну, действительно то, что он может. И хочет, и играет. И Витинью, что-то не везет парню вообще никак. И штанга вот эта пресловутая. Ну, и в целом, в общем, готов. И причем, да дадут бой, я думаю, вообще, как бы так вот. Ну, не то, чтобы напрягаясь. Не 4-0, на 3-0, я думаю. Ну, да, нет, ну, счет не будем. Вот есть, да, вот в концовочке. Я к тебе подойду. Да-да, рассказывай. Концовочка вот эта, то, что мы его... Резвятся, ребята. Ну, как? Ну, это можно называться по-разному. Резвятся, не резвятся, ну... А ты смотрел матч, Сережа? Тебе понравился матч? Нет, друзья мои, я посмотрел матчи, последний, по крайней мере, ЦСКА. Я понял, что в дерби со Спартаком, ЦСКА, при такой игре, Кирилл, ловить нечего. Ничего там за пазухой нету? А ты Спартак, смотри. Нет, да, вот идите у нас. Да подожди, пускай посыпят немножко. Ну, сейчас, сейчас, что я хочу сказать. Вот у Спартака, да, такая скамеечка есть, длинная, довольно-таки. У ЦСКА, как таковой, скамейки-то... То есть, ты хочешь сравнить Джоно, который скамеечный, или там Попова, что они выше уровнем, ну, я такие, да... Там и Джики какой-то еще там. Да, и Джики, да. Они что, лучше, не знаю, Миланова того же, Надха, который, я был бы, Загоев играл бы. По качеству футболиста, нет. Да нет, конечно, нет, конечно. Дело в том, что они могут их, ну, как-то вот дать, по крайней мере, вот с этими игроками, с теми командами, которые сейчас они играли, да, в принципе, у них состав-то какой выходил у Спартака. Я вот матч не смотрел, что там было, ну, поддавливал крылья или нет? Ну, крылья в конце, как бы так вот. Единственное, что вот хочу отметить, да, вот который итальянский вот этот игрок, защитник, да, который забил у крыльев-то, я думаю, он у нас в премьер-лиге-то не задержится. По сквату. Вообще отлично, пацан, молодец, выскочил так вот хорошо и побегал именно, я думаю, он отсюда-то уедет, наверное, Стартанин куда-нибудь в более... А, который на замену вышел. Да, и забил гол. Посплата. И забил гол, очень, так, в принципе, нормальный плюс можно поставить за черт. Хорошо, хорошо. Можно и к нам. Хорошо, в принципе, много говорить об игре ЦСКА Крылья Советов нет смысла, потому что, ну, не ровнее. Ну, да, по сути, да, согласен. Ну, не ровнее Крылья Советов, сейчас ЦСКА. Я предлагаю чуть больше внимания уделить другой игре матчу Ростов-Краснодар. Ох. Это матчу Спартак-Оренбург. Вокруг этого матча были интересные слухи. Матч после судейского финального свиска закончился со счетом 3-2. Перед матчем были различные разговоры, когда Спартак уже пробьет пенальти. Оренбург спонсирует «Газпром», учитывая, что Спартак борется с «Зенитом», который тоже является спонсором «Газпром». Как этот сложится, да, момент. Доверили судейство, ну, скажем так, 30-летнему арбитру, который, ну, скажем так, не имеет определенного веса, что ли, да, в судейской категории. Но, тем не менее, к судье вопросов нет. Спартак пенальти так и не пробил. Оренбург все-таки, как мне кажется, рассчитывал на премиальные. Да, Олег, я сейчас скажу, но хочу от лица болельщиков Спартака поздравить болельщиков ЦСКА, которые, на мой взгляд, не сказали об одном из главных фактов этого матча. В этом матче совершенно хотим поздравить Сергея Игнашевича, который стал рекордсменом России, уважаемого ветерана нашего, кто стал рекордсменом России по количеству проведенных матчей. Да. Ура. Поздравляем. Да. А вы что-то как-то не очень помните хорошо. Ты тогда скажи, что у нас тоже есть, сегодня исполняется, если не ошибаюсь, 40 лет Эльвир Рахимович. Вот это мне как-то знаешь. Папе нашему, скажем, на конечной команде, Папе Эльвир Рахимович. За один только пинок его можно было в стату отлить. Сразу прям, да, отыграл, красава. Отыграл, да. Молодцы. Вас только тронь. Да. Итак, переходим к матчу Спартак-Оренбург. Спартак начал не самым уверенным образом. Я даже сказал бы больше Оренбург поддавливал. Оренбург начал уверенно. Уверенно, абсолютно точно. Потом все встало на свои места. Спартак повел игру, повел в счете. Молодцы. Что скажешь об игре? Молодцы. Мне вот я бы хотел даже для начала Оренбурга отметить, насколько грамотно была построена игра команды. Команда Оритмии была у них просто замечательная. Как они, не знаю, то ли тренером говорил, то ли они смотрели на табло, как они все вместе начинали вдруг прессинговать. То есть понятно, что на весь матч сил у них не хватает в Оренбурга прессинговать. И вот какая-то пятиминутка, они прессуют Спартак. Потом отходят. Потом опять прессуют. И тем самым создавали Спартаку огромные проблемы. То Спартак вдруг привыкнет, что он легко выходит из обороны, то вдруг прессинг. Все сразу. Была видна тренерская рука Евдокимова, Роберт, который, кстати, из-за Спартака поиграл в свое время. Команда очень приятное впечатление оставила. А что же касается Спартака, то начали, да, очень тяжело. Начали, но постепенно команда вкатывалась, вкатывалась, набирала ход. Два гола Зобнина, несколько моментов. И казалось, что Спартак играл все лучше, лучше, лучше. Оренбург играл все хуже, хуже и хуже. Казалось, недалеко уже разгром. И, как сказал наш тренер Каррера, спокойный вечер с бокалом чего-нибудь вкусного. Но не тут-то было. Первый гол, сумасшедший выстрел в девятку. Забили за минуту. Два гола. И из возможного 3-0 не засчитали гол в бакете. Ну, не засчитали, и все-таки правильно, что не засчитали. Я не говорю правильно, неправильно. Ну, из возможных 3-0. Вот там еще же Промис выходил один на один. Бил не замен. И, возможно, 3-0. И все. Мы получаем 2-2, и все. Такой холодный душ для команды. И, собственно говоря, следующие минут 15 Спартак просто отходил от шока. Оренбург. Даже комментатор, который или кто-то там ввел, или потом матч говорили, что... Да, Оренбург. Нет, про Розного плохо не скажу. А кто-то говорил, что Оренбург ставил автобус. Наконец автобус. Никого автобуса не было. Оренбург побежал выигрывать. Дальше Оренбург побежал. Таких ужасов ярких совсем не было. Ну, и команда никуда не отошла. Ничего. Только потом последние, так сказать, минут 10. Было неприятнейше смотреть, как корчились игроки Оренбурга на траве. Вот благо Георгиевич. И терпеть не могу этого игрока. Вот. Ну, и когда уже все думали, и болельщики ЦСКА, в основном Зенита, потирали свои потные ладошки, радуют, что Спартак потеряет очки, состоялся гол, который забил, промис, наша палочка-выручалочка. И просто после матча, не знаю, как то, я просто так пять минут немножко сидел и просто пярился в телевизор. Потому что надо было обдумать все, что произошло. И это то, что касается эмоциональной составляющей. А если говорить по игре, то замечательный игру, конечно, провел Зобнин, первые мячи за Спартак, второй вообще шикарный. Он пролетел, как баскетболист, над полем. И замкнул. Спасибо. Замкнул передачу. Такое впечатление, как-то очень резко сдал... Господи, правый на защитник выходит, вышел на замену. Ещенко. Ещенко, да. Резко. Качество передач, ни скорости, ни рабоспособности, ничего. Я всегда говорил. И стало непонятно, что рабоспособность у него всегда была. И на наш взгляд, ну, там, с ребятами с кем я обсуждал, с Спартаксами напрасно все-таки Каррера рановато провел замены. Он подумал, что матч решен, вышли новые игроки и разводился. Этот момент... А вопрос, а по Сомену там, да. В Соменов вообще не играл-то. По сути-то, его можно было вообще, наверное, в таком состоянии там и не упускать после второго тайма вообще. Когда его поменяли-то? На какой-то минуте? Ну, там, на 60 какой-то там, второй... Его можно было в перерыве менять, но вообще никакой было. Возможно, это бы и лучше даже. Возможно, это было как-то чего-то. Соглашу. Да, вопрос, ну, да, он уставший был, мне кажется, после сборной. Может быть, да. Вот и все. Вот Зубнин, тот, да, молодой, бегает. Вот опять же, возвращаясь к словам Евгения, что после сборной, он два матча отбегал за сборную. Все игроки приезжают в свои клубы, кое-как непонятно какие разумные. Ну, что ты хочешь? А, друзья мои, а вы смотрели Европу? Да все так играют. Какие матчи показывали в Европе? Манчестеры, Монако, какой матч с Парисом Жоробеном устроили. А теперь мы возвращаемся как раз к Андрею Молосову, который сказал о том, что у нас физически разные команды... Знаешь, когда Зубнин бегал, Зубнин 90-180 суток отыграл за сборную и здесь тоже отпахал. А то, что если говорить по поводу физического состояния, мне еще запомнилось, когда еще Карпина, поколение Карпина, когда играл, 93-94 год, Карпин как раз уехал в Испанию, он был поражен, насколько физически там игроки крепче, чем наши. Он говорит, возможный вопрос просто в здоровье нации. Там в среднем есть из кого бы выбирать, нежели чем у нас. Там люди здоровее, и футболисты здоровее. Сергей, мы много говорили о том, что спартаковские воспитанники играют во всех командах, куда сейчас, как говорится, Никень взглядом, везде играют спартаковские воспитанники. Зубнин играл в Динамо, потом он перешел в Спартак. Либо Динамо он не устроил, либо какая история, либо он проявил себя настолько, что его спартак взял. Когда Динамо вылетели в первую лигу, по-старому будем говорить, Феннелло первое, Зубнину предложил спартак контракт. И Зубнин поговорил с тренером, с руководством, и сказал, что я хочу играть в Пемерлиге, я хочу расти. Спартак, это все-таки вывеска, и там, возможно, Еврокубки, я не хочу год терять. И чемпионцы пошли его навстречу, говорит, ради бога, давай, надо отдать должность Спартаку, и Спартака пришел Зотов. Но Зотов, конечно, так не проявляет себя, как замненно. И обидно то, что сейчас, действительно, я ввязался в разговор, что Ионов в ЦСКА заиграл, мы вспоминали с тобой сегодня того же Граната, который в Лиге Чемпионов поиграл. Можно целую команду, а то и две, собрать из бывших Динамоцев. Ну, так вот получилось, такое руководство было. Отпускали, раздавали, продавали. Тогда, смотрите, Зубнин, как мы говорим, Зубнин, он ведь не в Динамо не играл первую скрипку. Он, наверное, не капитаном был, пардон. Нет, нет, нет. Где-то он вас капитанил. Нет, а потом, мы же можем вспомнить Новосельцевых, которые приходили в Зенит, ну, полно ребят, тот же Бухаров, в конце концов, пришел так и не заиграл никогда в Зените. Зубнин пришел в Спартак, он заиграл и сейчас является абсолютно чистым игроком основы. Его открыл Черчесов. Он играл в дубле, его выпускали некоторые тренинги, но Черчесов, вспомним, матч был с Наполи, когда его удалили, он выпускает его с Наполи играть, того мальчика удаляют на 45-й минуте и мы играем второй тайм и проигрываем Наполи, здесь играем 0-0 и вылетаем. Ну вот он начал подпускать его, понимаешь? И вот с этого момента Зубнин стал игроком основы практически. Он увидел что-то в нем и потом уже в Спартаке, вот видишь, он стал тоже. Очень приятное впечатление. Но по матчу, одну секундочку прям. Я когда увидел, что добавляет судья 6 минут, он мне что-то екнул, блин, Спартак ведь додавит. За 6 минут он их сейчас задает. Вот у меня тоже сложилось впечатление. А у меня что-то было, как бы мы не пропустили. Нет, нет. У меня складывалось впечатление, что вот матч будет идти до тех пор, пока Спартак не задает. Так точно. Друзья мои, это больно. Нет, я не говорю, я не говорю, что судейся сделанную игру. Нет, я вообще про это вообще не говорю. Но я тебе говорю, свое чувство, которое у меня сложилось, когда я увидел, поднимает там несколько 6 минут, да, они валялись, да, они падали, да, я согласен, С СССР добавить 2 минуты, я не понял. Там тоже было много остановок. Почему 2 минуты добавили? Вот про то тебе разговор ведется. Вот на таком сравнивать, только замену. Вот и я про то говорю, что с лаваном 8-2, а в другом дают 6. Почему? На боюсь, это проблема судьи. Такое впечатление, что особенно если матч горячий, они только бы побыстрее свистнуть. Полно, Испанию, Англию смотришь, там 7-8 минут, нормально добавят. Нормально там это добавляют и не боятся. Наши арбитры больше 3-4 минуты. 4 это уже вверх. Они тоже есть такая фиша, они тоже ругаются, там очень загрязненно. Но проиграл матч, Олег, кто проиграл матч? Скажи. Нелюбимый игрок Кирилла проиграл этот матч. Я уверен, что команда билась, да, билась за премиальный. Я почему-то уверен, что Оренбургу пообещали определенные вознаграждения, если отберут очки у Спартака. Но нашелся в команде один игрок, который на минуточку три раза за последние, там, не знаю, 5-6 минут умудрился потерять мяч, потому что в центре поля, потому что начинал возиться с этим мячом, что-то там укрывать. Он в полы хотел, он хотел впадать. Он хотел падать. Но отнимали чисто и получите. Вся команда работала и вот этот товарищ Румыз, да. Болгарин, да. Это мне на полу тоже Болгарин, когда мы с Вользбургом, так, с кем мы играли-то, по-моему, не помню, Миланов, когда прошел по краю, Месси, типа оля, там, я не знаю, и материал, отняли у него мячик, он, значит, упал на пятую точку и нам забивают гол. Красавец, просто молодец. Соглашусь. Я помню этот момент. И здесь, конечно, ну, это, я больше чем уверен, и для зенитовских, и для армейских болельщиков, конечно, был такой небольшой удар, шок. Можно, Олег, 20 секунд еще? Да, пожалуйста. 20 секундчик. Я смотрел по маленькому телевизору, было плохо видно, и я не знал долгое время, что отменили гол Бакетти. Когда сказал 2-2, я подумал, нормально, 3-2 ведем. Потом подошел поближе, у меня сердце опустило. Все. Олег, вопрос. Ты говоришь, что, да, там премиальные какие-то Оренбург обещали, там 450 тысяч, да, вот ты в это веришь. То есть, теперь можно предположить, что Симаку, следующая игра с Уфой, пообещают 900, грубо говоря, если он выиграет у Спартака. Оренбург финансирует, однако, компания, которая финансирует и при помощи к куле. И шарки фотографируют. И шарки, в том числе, да. Но факт остается фактом. Там скажут, что вот Симаку, опять там бывший экс-армеец, экс-зенитовец, ему тоже там, наверное, скорее всего, занесут 900 тысяч. Но это же не запрещено. Это не запрещено. Заинтересованы были два клуба. Это же не подкуп. Это стимулирование. В Европе запрещено. Ну, как такового запрета нет. Потому что прям вот запрет. Стимулирование. Обыкновенное стимулирование. Это человек говорит в рубашке одной компании. Друзья, давайте посмотрим на турнирную таблицу. Она могла бы быть совсем по-другому, но, как говорится, про бабушку и прадедушку мы все знаем. Анекдот. Итак, Спартак все-таки оторвался на 6 очков от ЦСКА и Зенита, хотя могло быть это расстояние и чуть меньше. Я больше чем уверен, что эти команды разыграют первое, второе, третье место. Краснодар, Уфа, Амкар, Ростов, Терек. И следующая таблица мы посмотрим. Девятая команда Локомотив. Всего лишь 4 очка от Европейской Лиги им остается. Ну, и Рубин, Урал, Анжи. Вот эти вот команды наверное в большей степени себя обезопасили от стыков, от прямого вылета. Не соглашусь. Кто? Анжи. Анжи. Я почему-то ставлю Томми Анжи вылетит. Потому что у Анжи очень... Томми Анжи вылетит? Да. Ничего себе. А что, Томми не вылетит? ну Томми тогда Анжи. Анжи. Анжи, я ставлю. 5 очков. 5 очков. У них серьезные проблемы там. Во-первых, у них, ты посмотри, у них зрители перестали ходить. У них 3000 с чем-то пришло на матч. Ну, может быть. Самая маленькая посещаемость. И финансовые у них немножко дела там. Да. Давайте посмотрим, какие у нас ждут матчи 22-го тура. Будет ли что-нибудь интересное, да, и зачем мы будем наблюдать. Крылья Совета Фамкар, Терик Арсенал, Зенит Анжи. Ну, вот посмотрим, Анжи будет вылетать в лигу или нет в первую. Уфа, Спартак, как уже говорил Ильдар, матч за 900 тысяч. Краснодар ЦСКА, Локомотив Ростов, Томи Рубин и Урал-Оренбург. Ну, не знаю, есть центральная матч Туры? Краснодар ЦСКА, мне кажется. Да. Краснодар Ход набрал ЦСКА нужные очки, Краснодар нужные очки. По интересности. По зрелищу, по интересности, разумеется. У меня-то, конечно, Спартак Уфа. По именам даже. Для нас тоже. Ну, и быстренько, быстренько, Кирилл, обыграете Уфу с Симаком и с премиальными Уфы? Ты знаешь... На их поле. Я понимаю, я знаю Олега Календорина, изусть знаю. Мне вот, я смотрел Уфу, мне даже показалось, что Оренбург предпочтительнее смотрится в организации игры, чем Уфа. Шансы обыграть Уфу у нас есть. Есть. Да, я не думаю, что мы проиграем. Ровно столько же, сколько и Уфы обыграть. Нет, я не думаю, что мы проиграем. Краснодар ЦСКА. Хотелось бы, чтобы мы все-таки победили, но с таким количеством травмированных, если восстановится, то возможно мы выиграем тяжело. В лучшем случае ничья. Да. В лучшем случае. В лучшем случае ничья. В лучшем случае победа. Поражение даже не задумываюсь. Не задумываюсь о поражении. Хорошо. Ну и не можем, естественно, мы не поговорить еще об одном клубе, который у нас есть. Динамо Москва играет в первом дивизионе, но стремительно летит. Официально выход. Практически уже. Практически. Осталось с помощью две игры для оформления официального выхода в премьер-либо. Сергей, обыграли Тамбов. Тамбов не самый, наверное, большой конкурент вам. У вас же сколько осталось? 8 игр? Нет, также 9 игр. 9 осталось, да? 9 игр осталось. Отрыв от преследователей составляет на сегодняшний момент 19. Ну, а третье место 19 очков. 9 матчей на 3 умножаем. 27. Хоккейный в принципе через 2 матча вы можете оформлять. 5 очков там, да. Если 5 очков наберем, то... Есть переживания или все уже? Вы в премьер-лиге? Или все еще как болельщик, естественно, переживаешь? Нет, Олег, там я рассказывал, там ситуация первой лиги, ты же знаешь, другая, там не все хотят выйти в премьер-лигу по финансовому составляющему. Поэтому, я думаю, проблем-то не будет. Едет, команда летит в Хабаровск играть, в 8 утра будет там игра и уже потом с Химками играет. С прямыми конкурентами. И с Химками потом дома будет дерби такой, Химкинская. Вот, будет интересно. А так, в принципе, ну, ждем уже, готовимся. Да, я жду, чтобы уже в следующем сезоне съездить на Динамо, посмотреть, как они, так сказать, стартуют в чемпионате, да, и приживаются к новым реалям. Спасибо большое. Время летит так быстро, что мы совсем не успеваем, да, прям вот поговорить, поговорить, еще раз поговорить. Спасибо. Следующий вторник. Встречаемся и говорим о футболе. Ну, а пока болеем за своих. Пока. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok